Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Итак, дорогие мои, вот такое печальное у нас зрелище. Тишина, ничего и никого, неестественно, кто же приедет. Все уезжают, уезжают, уезжают. Вот, посмотрите, вот соседний там участок вообще зарос полностью, полностью. Хотя там такая красота была, люди уехали. И вот смотришь на это все и думаешь, божечка, божечка. Но все равно видишь вот ангелов, все равно я вижу ангелов и крылья Божьи, которые над нами. И я знаю, что милость Его, милость Его во всем. И мы всегда знаем, вот мне написала, да, одна очаровательная женщина, Оля, она написала мне, что... что, глядя на то, что происходит в ее жизни, ей кажется, что Бог про нее забыл. Вообще такое не надо даже допускать в своей мысли, даже допускать. Вы лучше, Олечка, задайте себе вопрос, а часто ли вы ставите на первое место в своей жизни Бога? Или вы его вспоминаете, когда вот такие обстоятельства вокруг? Вот об этом лучше подумайте. Часто ли вы пользуетесь Его инструментами, которые Он дал нам? Это живое, действенное слово, Библия. Смотрите, как бесовщина, они же не хотят, чтобы люди использовали, читали, исследовали. Библию на самом деле не читать надо, а исследовать. Я вам докажу, что Библию нужно исследовать. Ведь бесы, они пробрались в так называемые храмы везде, и они говорят там, не читайте Библию. А какая у тебя Библия? Какая может быть Библия? Библия может быть только одна. Но неважно, Слово Божье у нас одно, оно Слово Божье, понимаете? А часто ли вы взываете к Нему? А часто ли вы приглашаете в свою жизнь Его Святой Дух? А часто ли вы именем Христа взываете к Богу? И таких часто я много вам могу задать. Или же вы, когда что-то хотите, взываете к Нему? Или же, когда вам просто вот уже некому больше обратиться, вы взываете к Нему? Вот покопайтесь, поисследуйте и поймите, что Бог был, есть и будет всегда. Что бы ни происходило, как бы бесовщина всякая вокруг вас не собиралась, и не хотела бы вас разочаровать. Это же их цель. Так вот, смотрите, они все будут уничтожены. Абсолютно все. Все бесовские силы. Ну, если вы откроете откровение, вы в конце прочитаете, вы узнаете об этом. Поскольку последние дни пришли, то, конечно, они беснуются. Вообще они сходят с ума, и мы это видим, что происходит сейчас. И потому что их место в адском озере огненном, в мучениях. Представляете, как им не хочется, а уже все, уже время поджимает у них. И вот Псалом 135, откройте, и первый стишок там написано. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Так что вот эти сомнения в вас засеивают бесовские силы. «Милость вовек была, есть и будет». Когда Господь, когда вот люди шли, и они воздавали эту хвалу. «Хвала Господу, ибо вовек милость Его». Когда Израиль говорил эти слова, происходили великие и удивительные вещи. Это слова хвалы, это слова восхищения Богом. И в собрании живой церкви очень часто звучит такая песня. Например, у нас есть эта песня. Именно с таких слов начинается. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». И вы таким образом провозглашаете слова из Библии. И вы их высвобождаете. Они начинают действовать в вашей жизни и покрывать вас милостью. К сожалению, в мертвых церквах этого нет. И сатана, он хочет, конечно, завести людей в мертвичину, обмануть их. Ведь многие люди даже десяти заповедей-то не знают. Они первую, вторую, третью выучить до конца не могут. Они до половины, а потом останавливаются. Сколько раз я читала и пыталась людям донести. Попробуйте хотя бы первые три прочитать от начала до конца. И вы откроете такие вещи для себя. А потом дальше ещё три, а потом ещё три. Ещё, ещё и заповедь Божью Христову. Любите ближнего своего, как самого себя. И откройте все эти заповеди, пропитайте их и старайтесь не отступать от них. Вот тогда и убегут от вас все нечестивцы. А лучше всего, вот посмотрите, написано. Это написано от Иоанна, глава 5, стих 39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне, об Иисусе. Так что, дорогие мои, исследуйте Писание. Именно исследуйте, как того хочет Господь. Он не хочет, чтобы вы прочитали, мне тяжело читать. Нет, вам надо исследовать. Вам надо сердцем читать и выписывать каждую-каждую строчку, которая легла вам на сердце. Вашей ситуации, которая действует, и провозглашать, высвобождать. Тогда вы не дадите шанса, Олечка, никаким бесовским силам у вас вызывать вот это уныние. Если вы каждый день будете приглашать Святой Дух посетить вас, потому что Он в нас, а каждый новый день – это все равно, что жизнь. Вот сегодня день, видите, заканчивается, какой красивый вечер. И мы не знаем, что будет завтра. Мы точно не знаем, будет ли завтра у нас или нет, потому что мы находимся, что называется, в самой-самой львиной, скажем, пасте, как это в Библии написано, да? Мы не знаем, что будет завтра, но мы точно знаем, что сейчас, в данный момент, с нами Бог. И милость Его вовек. И мы будем прославлять Его имя. И вот вы увидите, Олечка, вы увидите, что все будет хорошо. Представьте, прошло тысячи лет с тех пор, как Господь сказал, что Его милость простирается до тысячи поколений. Ну и сегодня, день за днем, Его милость продолжает простираться к нам. Он все еще преизбыточествует милостью к тем, кто призывает Его. Вот в чем ответ вам. Кто призывает Его, Оля, не сейчас вы зовете, когда вам плохо, и вам кажется плохо, что вам так кажется. Плохо. Именно этого и добивается сатана, чтобы вам так казалось. Ваш Творец, небо и земли, ваш Создатель, Он сказал, исследуйте Библию. Вот вам Святой Дух, вот вам Христос, вот вам спасение, вот вам кровь Христа, которой вы каждый день можете обновлять себя. Вы себя каждый день очищаете, омываете и от болезней, и от грехов. Пользуйтесь этими инструментами, Оля. Вы освобождаете, вот вам Он сказал Слово Божье, вот вам Библия. Вы освобождаете слова веры каждый день. Просто высвобождайте, провозглашайте их на вашу ситуацию, в вашей жизни, на ваших детей, на ваших родных, близких. И вы увидите непревзойденные результаты. Но этим надо жить и научитесь в своем Духе. Осмельтесь своей верой принять эту неограниченную милость Христову. Божью милость, Божью милость. Осмельтесь и примите ее. И скажите, высвободите, именно скажите, произнесите, а лучше воскликните своими устами. Господь благ и милость Его вовек. Его милость окружает меня прямо сегодня, прямо сейчас, прямо в данную минуту. Его милость тут, рядом с нами. Вот так я вам скажу, Олечка. Ох, как сейчас бесы волнуются, что я вам это сказала. А я вам это сказала. Потому что вообще об этом должны говорить все священнослужители. Вообще-то они должны об этом кричать. Но, к сожалению, мы знаем, что последние дни и очень много мертвых церквей. А живые, живые, на них просто бесы нападают. Бесы пытаются помешать им. Бесы просто пытаются каким-то образом предотвратить их работу. Потому что там голос живого и действенного Бога. Потому что там приводят людей к истинной вере, а не к мёртвой. Потому что именно там спасаются люди. Спасаются и душой, и телом. Но, к сожалению, к сожалению, не все это понимают. Но я думаю, что, Олечка, вы теперь понимаете, какие у вас есть инструменты. И как можно при помощи этих инструментов всё в своей жизни поменять. Просто поменять. Я люблю вас кардинально. Я люблю вас. Дай Бог вам здоровья и Божьих благословений и милости. Милость, она прямо сейчас с вами. Пока-пока. Будьте благословенны все, кто меня сейчас слышит. Будьте благословенны. Спасибо. — Продолжение следует...